Сегодня хотел с вами поговорить о честности, почему это так важно, чем бы вы ни занимались, если вы хотите преуспеть в этом, то важно быть честным человеком. Почему это так? Потому что сегодня многие считают иначе, очень многие люди считают, что для того, чтобы преуспеть наоборот, надо быть нечестным. То есть надо так или иначе где-то идти на компромиссы какие-то, иногда даже нормально обманывать кого-то и такими способами, такими средствами добиваться своих целей. Ну я так не считаю и я сейчас постараюсь объяснить, почему это так. Давайте сначала разберемся в терминологии, а кто такой честный человек? Ну вот кто такой честный и нечестный, да? Давайте я спрошу сначала у вас, да, что такое быть честным человеком. Потому что мы о чем-то говорим, вот я очень долго, кстати, вчера переписывался в фейсбуке, и вот люди что-то говорят, говорят, начинаешь с ними вступать в дискуссию и задавать им вопросы. Вот ты что-то заявил, а объясни мне. Ну то есть вот ты часто даже какую-то цитату написал к себе на стену в социальной сети. И ты что-то заявляешь, ты с чем-то согласен. Хорошо, вот набор слов, да, этот набор слов, он что-то значит. Объясни, что он значит для тебя конкретно. Вот что значит для тебя это слово, то слово. И там начинается просто нереальная ситуация, то есть люди начинают выкручиваться со страшной силой. То есть, ну, условно я как к стенке человека начинаю прижимать. То есть ты что-то пишешь, они начинают отмазываться, нападать, и всякая вот такая история происходит. Почему? Потому что люди часто не понимают, вот они что-то пишут и не понимают, что им просто вот было прикольно. А когда я пытаюсь с ними вместе разобраться, а ты что написал, выясняется, что они не очень понимали вообще, что они пишут. И вот так же с честностью, а кто такой честный человек? Вот напишите вашу версию, давайте с этим разбираться. А честность это что? Это по сути что? Что за явление такое честность? Как оно себя выражает? Кто он такой честный человек? Кто такой честный человек? Открытый прямой человек, не способный врать. Так, отлично. А когда он врет, то он что делает? Вот когда какой-то человек врет, он что делает конкретно в этот момент? То есть вранье, это что такое? То есть что такое правда и что такое неправда? Вот у нас есть слова правда и неправда, вранье. Это они на что показывают? Ну прежде всего к себе это понятно. Но давайте разберемся. Вот честным нужно быть. Это каким? Говорящий о том, как есть на самом деле. Точно. То есть слова должны соответствовать с реальным положением вещей. Тот, кто следует представлениям о хорошем человеке. Нет. Нет. Честно, это человек, который говорит как есть. То есть он не скрывает какие-то факты и не пытается представить реальное положение вещей в каком-то таком положении, которого нет. То есть что такое правда? Правда это вот, ну ты показываешь как есть всё. Открытость это что? Ты не скрываешь, да? То есть ты какие-то факты, какие-то истории не скрываешь. Ты говоришь как есть. Вот это открытость. То есть ты открыт, например, в общении с другим человеком. Ты от него не скрываешь какие-то важные вещи, которые могут повлиять на эти отношения. Ты ему не говоришь чего-то такого, чего нет. Чего нет на самом деле. То есть ты ему не обещаешь в том числе какие-то вещи, в которых ты точно не уверен. То есть ты ему не говоришь о чём-то, в чём-то не уверен, что оно так и будет. Это тоже честность. Не обещать что-то, за что ты, ну как бы, не несёшь пока ответственность что ли. Такое тоже бывает, да? И вот что такое врать? Врать. То есть это говорить что-то такое, что не соответствует с реальным положением вещей. Или говорить такое, за что ты не несёшь ответственность. То есть ты можешь что-то пообещать, а ты сам ещё не знаешь, получится или не получится. А у тебя нет ещё картины, как бы, картина неясна часто, да? У тебя получится так, как ты вот хочешь, чтобы было, или не получится. И если не видно, как пойдёт ситуация туда, или не пойдёт, лучше ничего не обещать. То же самое и со всем остальным. Что если у тебя чего-то нету, не надо говорить, что оно у тебя есть, да? Или у тебя что-то есть, не надо говорить, что у тебя этого нету другому человеку. То есть не надо использовать своё мышление и использовать свой язык, для того, чтобы создавать какую-то ментальную картину, которая не соответствует реальному положению вещей. Понимаете? Вот что такое честность. То есть у меня моя реальная жизнь, в которой я живу, мои факты, мои обстоятельства, точно соотносятся с тем, что я говорю об этом. То есть я не хочу казаться, я не хочу пускать какую-то пыль в глаза, да? Я не хочу что-то там создавать какую-то иллюзию, видимость в отношении моей реальной жизни. То есть я живу, как я живу. Вот у меня что есть, то есть, чего нет, того нету, да? И я говорю именно так вот об этом. Опа! И что-то у меня Memory Card Full написал. Ай-яй-яй. Ну ладно, не будем записывать, значит, в этот раз. Так, сейчас я выключу камеру тогда. Раз не будет писаться, то и не будем тратить батарейку. Понимаете? А трудность большинства людей в чём? То есть почему люди, на чём люди горят всё время? Что они всё время пытаются казаться кем-то, кем они не являются. Они пытаются обещать то, за что они не несут ответственность, и не могут точно быть уверены в том, что это так и будет, да? Да? Или они говорят другим людям чего-то такое, чего нету на самом деле, да? Чего у них нету. Хотят произвести какое-то впечатление, которому они не соответствуют, да? Понты. Называются понты, да? Пыль. Этот, как пыль в глаза, да, пустить. Но для чего этого? Для чего это? Это часто используется для того, чтобы получить какие-то выгоды, да? То есть, ну, кем-то казаться, кем ты не являешься, и, возможно, получить какие-то выгоды из этого, да? То есть получить какую-то корыстную выгоду, какие-то дивиденды из этого, да? Но, понимаете, здесь в чём суть? Что реальное положение вещей, оно же такое, какое оно есть, поэтому оно рано или поздно вскроется. Поэтому, если ты врёшь, то тебе всё время нужно поддерживать какую-то иллюзорную картину, да? То есть создавать в глазах других людей видимость положения, которого не существует на самом деле. И здесь, как бы, ты сам себя помещаешь в очень тяжёлое положение. Почему? Потому что правда в виде реальности, она же сама за себя, как бы, говорит. То есть правда она не нуждается в том, чтобы себя защищать. Ну, то есть реальное положение вещей, оно такое, какое есть. И не нужно предпринимать никаких усилий для того, чтобы оно было таким, какое оно есть. В том смысле, что не надо создавать иллюзию, какую-то видимость. И если твои слова соответствуют с реальным положением вещей, то тебе не надо предпринимать какие-то усилия, чтобы пускать вот эту пыль. Поэтому тебе легко жить. Ты открыт. Ну, вот как есть, так есть, да? Вот ты ничего не скрываешь, не создаёшь какие-то иллюзии, да? Ты в этом смысле открытый человек. Поэтому тебе легко с этим жить. Если ты что-то придумываешь, если ты пускаешь пыль в глаза, то ты всё время сам себя вставишь в ситуацию, где тебя могут раскрыть. То есть тебе нужно реальное положение вещей всё время скрывать, да? То есть всё время избегать того, чтобы какие-то люди, которым ты сказал неправду, узнали твоё реальное положение вещей. Таким образом, ты будешь напряжён, ты будешь в этом смысле чувствовать себя нехорошо. Потому что, ну, ты будешь чувствовать, что тебя могут в любой момент поймать на том, что твои заявления, твои слова не соответствуют с реальностью. И вот это вот состояние, где ты живёшь в таком вот, скажем так, ну, состояние такое, где ты живёшь и всё время боишься, что кто-то узнает, как на самом деле, да? Оно создаёт в тебе внутренний психоз такой. То есть психоз. И ты всё равно понимаешь, что сколько бы верёвочки ни вилась, ну, сколько бы она ни вилась, всё равно правда раскроет себя. Ну, потому что это так на самом деле. Понимаете? То есть реальное положение вещей рано или поздно себя раскроет. Поэтому честный человек — это какой человек? Это человек, который не говорит каких-то вещей, которых нету. И даже если он что-то вот говорит, например, о будущем, да, которого нет, он что-то может с кем-то обсуждать по поводу будущего. Там есть такой всегда элемент, что, ну, поживём, посмотрим. Понимаете? То есть там всегда есть вот такой элемент, что мы предполагаем, да, мы предполагаем, что мы движемся вот туда. То есть мы поставили флажок, вот как бы я поставил флажок, не знаю, мы, наша группа поставила какой-то флажок. Мы туда движемся. Но мы смотрим, как у нас обстоятельства развиваются по ходу. То есть у нас есть какая-то точка B, мы согласовали эту точку B, мы о ней знаем. Но мы также понимаем, что в жизни по-разному бывают, бывают какие-то неожиданные ситуации, да, какие-то препятствия. И вполне вероятно, что препятствия могут быть такими значительными, что нам придётся, возможно, переставить этот флажок, да, или как-то его видоизменить. То есть мы не врём сами себе. Потому что, вот знаете, часто бывает такая вещь, что люди подписываются под какую-то цель и обещают всем, что к такому-то времени 100% они обязательно добьются эту цель. И вот они делают такое общественное заявление, ставят себя, скажем так, в не очень ловкое положение, да. Так, у нас тут ботики появились, тролики, мы их сейчас будем чистить. Понимаете, да? То есть вы можете поставить себя в неудобное положение, пообещать публично что-то, подписаться под чём-то, ну, под какой-то целью, под каким-то там вот, под чем-то, да. И потом, типа, это даёт вам мотивацию двигаться к этой цели. Потому что, если вы её не достигнете, то вы поставите себя в положении нечестного человека, как раз. То есть вы всех обманете. Понимаете? И это очень, на самом деле, неудобная, дискомфортная позиция. Ты подписываешься под чем-то в будущем, ну, а кто знает там, что будет по пути, да. Как бы, и здесь возникает такая очень неудобная ситуация. Поэтому я вам не рекомендую попадать в такие ситуации. цели можно ставить. Вы можете их ставить сами для себя. Желательно публично не заявлять свои цели, потому что есть множество людей, которые, ну, собственно, не заинтересованы в том, чтобы у вас получилось. И они могут обесценивать, говорить какие-то вещи, которые будут вас опускать по тону и, скажем так, расстраивать и делать всё, ну, такое состояние, что вам не хочется уже туда двигаться. Поэтому лучше свои цели не декларировать, либо уже декларировать тогда, когда вы стали достаточно устойчивы, устойчивы психически, уверены в себе, у вас уже есть результаты. И то, в любом случае, я не рекомендую. Потому что, вот, из моей практики какое-то вот публичное декларирование целей и какие-то обещания ещё, что вот вы обязательно к такому-то сроку добьётесь, они только в минус идут. То есть, это создаёт стресс, нервозное состояние внутреннее, вы начинаете суетиться. Да, а когда кто-то смеётся, это что, он не обесценивает? Это тоже форма обесценивания. Когда кто-то смеётся над тобой, над твоими какими-то целями, это тоже форма обесценивания. Могут обсмеивать тебя или просто говорить, что у тебя ничего не получится, да, ну, и зачем тебе это надо? Просто сам для себя нарисовал эту цель, как бы точку B, и ты знаешь, что у тебя есть эта цель. То есть, у тебя есть некий ориентир, куда ты движешься в пространстве, во времени, в реальности, да, куда ты движешься. Ну, у тебя там могут по пути препятствия возникать какие-то, и это нормально, что-то может не получаться, это нормально, тебе не надо фанатеть по поводу этой цели, то есть, не надо жить будущим, ни в коем случае, потому что живешь ты здесь и сейчас, это твоя жизнь. Тебе просто нужно иметь в виду, что ты движешься вот к какую-то точку B, как в каком-то путешествии, да, ты куда-то хочешь поехать, ты назначил себе эту точку, ты там покупаешь билеты, да, у тебя начинается следующий шаг, там, ты покупаешь билеты, ты простраиваешь маршрут, но по пути все, что угодно может случиться, ты можешь и не долететь, вот как у меня недавно было, цель остается, ты ее можешь видоизменить просто, ты как-то можешь ее там перестроить, проблемы нету, понимаете, цель это просто ментальный эскиз, куда ты движешься, у тебя есть какое-то желание, какая-то потребность, тебе нужно реализовать, но смысл не в этом, смысл в том, что когда вы что-то делаете, важно делать это честно, то есть важно делать это так, чтобы ваши слова и слова других людей, с которыми вы работаете, соответствовали реальному положению вещей, вот например, ко мне устраивается сотрудник в команду, и мы с ним как-то договариваемся, то есть у нас есть договор, мы обсудили с ним его пост, его роль в команде и что соответственно требуется от него, то есть какова его ответственность, за что он несет ответственность и что он должен делать, ну и вот смотрите, он подписался под это и заявил, что да, Макс, я буду вот это делать, и потом, что часто мы видим, мы что часто видим, что его дела не соответствуют с его позиции, с его бытийностью, с его положением, которое он занял в команде, с его ответственностью, с его обещаниями, то есть он под что-то подписался, но фактически он не дает реальный ценный продукт, там не оказывает эту услугу, за которую он подписался и за которую ему платят деньги, кто этот человек? он честно поступает? Или даже если у него что-то не получается, он приходит и обсуждает это? Нет, он не обсуждает. Понимаете? То есть он не обсуждает, он считает, что это нормально, что-то пообещать, под что-то подписаться, получать за это деньги, но в конечном итоге его реальные дела, его реальные результаты совершенно не соотносятся с тем, что как бы он делает. Понимаете? Да. То есть человек говорит что-то, заявляет, декларирует, а его реальная ситуация, его реальность, его реальные дела, его реальная ответственность не соответствует с тем постом, с теми обещаниями, под которые он подписался. Вот и всё. Вы в жизни можете очень много таких людей встречать. К сожалению, это, ну вот так, в кавычках норма почему-то, вот считается это нормально, да, что люди что-то говорят, вот у них в мыслях там одно, а в жизни совершенно другая ситуация. Вот вам важно понимать, что это никогда не работает на пользу дела, это не приносит пользу вам, это только ухудшает ситуацию. Поэтому, пожалуйста, ребят, не занимайтесь этим. То есть если вы в чём-то неуверенны, ну не говорите просто. Понимаете, или если вы уверены в чём-то, то есть вы знаете реальное положение вещей, говорите как есть. А шо ж такое, сегодня понабежало непонятных людей. Откуда-то. И вот от этого качества, качество честности, очень много зависит в плане успеха. Потому что когда вы честный человек, с вами приятно работать, с честными, открытыми людьми, которые не врут, которые соотносят то, что они декларируют и заявляют со своей реальностью, с ними приятно иметь дела. Они всегда приятные члены команды, они всегда приятные собеседники. И вообще, надо поискать. Вот на сегодняшний день таких людей приходится искать. То есть очень идёт большой перебор, пока ты найдёшь человека честного, который понимает, что не надо как бы притворяться, не надо казаться, не надо пускать пыли в глаза какую-то, нужно быть тем, кто ты есть. Нужно отвечать за то, что ты декларируешь. Нужно отвечать. И даже если ты что-то пообещал и у тебя не получается, ну просто скажи, приди и скажи, как есть. Поставь в курс, что то, как вы договаривались, оно не может по объективным причинам соответствовать вот этой договорённости. Понимаете? Вот это и называется на самом деле, в конечном итоге, это и есть разумность. То есть разум, который соотносится с объективностью, то есть разум, который не живёт своей жизнью какой-то, в каких-то мыслях вот может человек летать и верить в какие-то мысли, которые не соотносят совершенно с объективной реальностью. Это и есть в каком-то смысле сон в уме. То есть человек живёт мыслями, и его мысли как шальные скакуны, они совершенно не соответствуют с реальным положением вещей. То есть его разум не погружён в реальность и не подчинён тому, чтобы в реальности дела обстояли хорошо. Он всё мечтает о хорошем положении вещей, да, но и выдаёт вот эти мечты, да, вот эту как бы представляемую действительность за реальное положение вещей. Выдаёт, но оно не соответствует. Понимаете, вот это не соответствует, вот подлавливайте себя за этим. Только вы начинаете врать, ловите себя на этом. То есть вы кому-то начинаете говорить, чего нет на самом деле, ловите себя на этом. Хотите пообещать чего-то, за что вы не можете подписаться и точно знать, что так и будет, ловите себя на этом. Хотите что-то скрыть важное, что лучше сказать сразу, ловите себя на этом. Если вы будете честны с людьми, то вы увидите, что люди за это вас будут уважать и вам будет проще жить просто с этим. Враньё, оно только всё запутывает и искажает. Понимаете, враньё искажает отношения, ухудшает со временем, только всё хуже становится. А ещё другие люди имеют тенденцию верить вам. Вы знаете, то есть это обратная сторона медали. То есть чем более ты становишься опытный в жизни, тем меньше ты веришь людям на слово. И тем больше ты смотришь на реальные проявления, на реальные поступки, на реальные дела. То есть ты перестаёшь оценивать с какого-то момента людей на основании того, что они тебе говорят. Вот это зрелость, можно сказать. И в бизнесе вот это очень интенсивно. начинает происходить, когда ты работаешь с людьми, когда у тебя команда, ты в какой-то момент перестаёшь вообще обращать внимание на значимость слов. Ты начинаешь исключительно смотреть на статистики, на реальную мотивацию человека, на его уровень вовлечённости в работу, на его результат. так же и вам стоит смотреть на то, как реально себя человек проявляет. То, что он говорит, ну знаете, как все фантазёры в каком-то смысле. То есть наговорить можно чего угодно, напридумывать чего угодно можно. А смотреть надо на то, как себя человек в реальной жизни проявляет. На правду. А правда это что? Правда это не слова. Слова это не правда. Правда это факт, это дела, результаты. лыжи во благо не бывает. Ну давай попробуем разобраться с этим. Ну приведи мне какой-то кейс, как ложь может помочь благостно ситуации как-то завершиться или вообще как-то оказать какое-то благостное влияние на реальную ситуацию. Как то, что ты говоришь какую-то вот, ну ты что-то говоришь и оно не соответствует с реальным положением вещей, как это может быть во благо. Если ты мне объяснишь как, ну может я и посмотрю и может быть соглашусь с тобой. Как это может помочь влагостно реальной ситуации? Объясни мне. Ну часто обмануть ребенка, чтобы он уснул. Так он и так уснет без обмана. А если ты его будешь обманывать и все время он будет засыпать благодаря обману, в конечном итоге он же чуть-чуть подрастет и поймет, что ты его обманывал. У возможно возникнет такой вывод у ребенка, что обманывать это нормально. Потом он упадет с этим выводом и начнет где-то кого-то обманывать. Ты же подаешь пример ребенку, если ты его обманываешь, он в какой-то момент может посмотреть, ты же для ребенка авторитетный человек, что обманывать это нормально. То есть он может прийти к выводу, что говорить неправду, то есть верить в какие-то вещи, которые не соответствуют с реальностью, это нормально. Он может начать это практиковать. Из-за этого он начнет страдать на том, что он что-то говорит, что не соответствует с реальным положением вещей. Понимаешь? Поэтому не надо ребенка обманывать и не надо приучать его к обману. Нужно к честности приучать с самых малых лет. Поэтому если родитель честный, да и ребенок такой честный у него вырастет, с кем поведешься, того и наберешься. Почему у нас очень много вранья сейчас в жизни? А потому что все врут вокруг. Кто смотрел последний раз рекламу по телевизору, там же сплошное вранье. То есть они все время заявляют о качествах товаров, которые не соответствуют с реальными. Понимаете? Это считается нормальным. То есть что-то описывать и присваивать какие-то свойства товару, которые на самом деле отсутствуют в этом товаре или в этой услуге. считается нормально. Приукрашивать. Это вранье со всех сторон происходит. Поэтому очень легко поддаться на эти примеры и тоже считать, что врать это нормально. При увеличении это вранье тоже. то есть мы не наоборот не делаем такой качественный товар, за который нам не стыдно. Да? Стоит ли быть честным с плохими людьми? С ними особенно стоит. С ними особенно. С ними в первую очередь. Нам нужно быть открытыми и не врать. Но это не означает, что надо абсолютно всём раскрывать. Понимаете? вот если у тебя есть например цель, у тебя есть цель, и это конструктивная положительная цель, твоя цель, и плохой человек хочет узнать твою цель, чтобы её обесценить, обесценить как-то, то ты ему можешь не говорить. Это не вранье. Ты можешь, ты имеешь право просто не говорить о своих целях тому, их обесценит. Это же не вранье. Просто ты понимаешь, если я сейчас скажу об этом, то он всё это обесценит, сольёт меня по энергии, как бы по эмоциям вниз. То есть это не означает, что всё подряд вот знаешь, всё нужно обязательно говорить всем подряд. Нет, речь не идёт об этом. То есть ты имеешь право, например, у тебя есть пароль от интернет-банкинга, ты же имеешь право тоже его не говорить. Это твоё право, ты владеешь этим счётом, ты владеешь этими деньгами, ты имеешь право не говорить свой пароль. Так договорились. То есть у тебя есть определённые права, что ты говорить, что ты не говорить. Но если, например, ты общаешься с каким-то человеком, да, и ты ему говоришь очевидную неправду, то есть ты ему врёшь, очевидно врёшь, например, что ты говоришь, что вообще не соответствует с реальным положением вещей, то это вот как раз то, что мы и говорим, это нечестно уже. То есть если ты что-то обещаешь человеку, за что ты не уверен как бы абсолютно, да, или ты его вводишь в заблуждение, ты его дезориентируешь, даёшь ему какие-то ложные данные, да, то есть ты его дезориентируешь, сообщаешь ему такое положение вещей, которого в реальности не существует, то это уже другая ситуация. Ты вводишь в заблуждение другого человека, от чего он может пострадать, стоит ли выводить других на чистую воду. Всё зависит от ситуации. Всё зависит от ситуации. Мне, например, иногда нравится это делать, то есть я считаю, что в каких-то ситуациях это важно, но надо смотреть контекстно, потому что ну вот смотри, давай возьмём какой-то пример, то есть если вот ко мне сотрудник приходит, да, и он склонен к вранью, да, то, конечно, его стоит выводить на чистую воду. Если какой-то левый человек, который с тобой никак не связан и у тебя с ним нет никаких отношений, то, наверное, не стоит его трогать, не стоит его как-то выводить, потому что в принципе вас ничего не связывает, да, то есть и если ты его попробуешь выводить на чистую воду, это может привести к какому-то конфликту, там, ненужному тебе совершенно, зачем, понимаешь, то есть тут такой игровой момент, тебе нужно смотреть насколько есть игровая ситуация взаимодействия между вами, то есть если опять же бывают такие варианты, когда бесполезно просто, но человек так заврался, бесполезно его выводить на чистую воду, с ним просто надо увидеть, что он врун, что он нечестный, не надо с ним иметь отношения, такое тоже бывает, ну ты видишь, что он всё время врёт, всё время как бы выдаёт желаемое за действительное, тогда если эта тенденция постоянно себя проявляет снова и снова, наверное, не надо с ним иметь дело, потому что есть какой-то уже признак нечестности, на такого человека нельзя положиться, понимаешь, на нечестного человека никогда нельзя положиться, он тебя подведёт, он тебе наобещает, наговорит, и потом когда нужно будет нести ответственность, когда нужно будет действительно тебя поддержать, когда от него многое зависит, нужно быть ответственным, а он тебя подведёт, он тебе опять что-то наврёт и наобещает и в конце концов не сделает это, понимаешь, поэтому надо, конечно, в этом смысле чистить своё окружение от людей, которые склонны к нечестным поступкам, к нечестным словам и к нечестным поступкам, честное окружение такое, вот важно, чтобы ваше окружение было честное, чтобы вокруг были люди, на которых вы можете положиться, люди, здорово же иметь такого друга, который тебе честно скажет, вот если он может тебе помочь, он тебе честно скажет, да, я тебе помогу, если он не уверен, он тебе честно скажет, слушай, я не уверен, друг, не обязательно тебе должен помогать, есть какие-то такие убеждения, что вот друг, если он друг, то он обязательно должен тебе помогать, нет, он может чувствовать, что в какой-то ситуации, ну вот как-то он не может тебе помочь, если он честно тебе скажет, вот по-настоящему твой друг, знаешь, то есть друг это не тот, кто тебя всегда поддержит, в любом случае, потому что случаи бывают разные, бывают разные ситуации, бывают ситуации, где тебя не надо поддерживать, если тебя поддержать, это во вред тебе будет, наоборот, вот, и тут как бы нету какой-то схемы точной, понимаете, в каждой отдельной ситуации надо рассматривать, это польза или то есть вот если ты, например, взял кредит и тебе денег нечем отдать, да, как бы, ну ты же сам накосячил, и ты когда попытаешься, например, пойти к другу, еще у него кредит взять, ты его втягиваешь в это, как бы, ты сам накосячил, наделал дров, скажем так, нарубил в своей жизни, да, подписался на то, на что не надо подписываться, еще своих друзей пытаешься втянуть в эту ситуацию, и вот в этой ситуации настоящий друг, он тебе не должен дать денег, он должен наоборот тебе показать, вот спровоцировать ситуацию, показать тебе, что ты ошибаешься, ты совершаешь какие-то поступки, которые словно создают кучу проблем в твоей жизни, и если ты создаешь, сам создаешь себе столько проблем в жизни, поддержать тебя в этом создании проблем, что ли, согласиться, что ты правильно делаешь, да, что ли, вот поддержать тебя в твоих неправильных действиях, и подписаться под твои странные действия, которыми ты наносишь себе ущерб, своей семье, и еще меня хочешь втянуть в это, и как бы, чтобы я, как бы, еще участвовал в этом, понимаете, поэтому здесь очень надо вот тонко смотреть, нужно немножко разобраться в этой мудрости жизни, да, что есть честные ситуации, есть здоровые ситуации, есть реальные какие-то задачи, есть реальные проблемы, а есть скользкие ситуации, есть нечестные ситуации, есть глупые ситуации, в которых человек сам себе создает проблемы, да, есть ситуации, когда человек так забрался, что у него вот куча проблем везде, по всем сферам жизни, он сам себя обманывает, он других людей обманывает, и под влиянием этого обмана совершать какие-то совершенно бессмысленные безответственные поступки за которых за которые потом он сам расплачивается и страдает и все вокруг еще кого он втянул в это понимаете вот поэтому в этом смысле нужно конечно быть честным человеком то есть не врать ни себе ни другим не не втягиваться в какие-то сомнительные схемы сомнительные какие-то поступки где ты не уверен насколько это честно насколько там реально вот ну как-то все получают пользу от этого да то есть надо каждую ситуацию в отдельности рассматривать насколько она честно то есть если ты идешь какой-то бизнес ну пожалуйста иди конечно или ты устраиваешься в какую-то компанию но прежде чем туда устраиваться ну посиди разберись а чё за продуктовую компании насколько честная компания насколько полезная вообще да то есть прежде чем куда-то заныривать ты разберись вообще куда-то заныривать при пришел туда устроился посмотри насколько честный коллектив как тебе относятся люди честные искренние или какие-то злобные люди до собрались ты же можешь разобраться с этим да если какие-то все скользкие какие-то все негативные да если какой-то у них продукт построен на обмане каком-то ну зачем тебе приходить туда деньги зарабатывать ты же потом страдать от этого будешь понимаете поэтому здесь в этом смысле надо с этой житейской мудростью разобраться что жизнь это игра и в жизни здорово когда ты честно играешь когда ты честно играешь открыто играешь делаешь как бы пользу себе и другим людям ну класс у тебя честно играть тебя за это будут уважать тебя будут уважать любить будут с тобой играть понимаешь с тобой можно играть вот есть человек с которым можно вести дела да почему да потому что он честный он на него можно положиться да он честно строит игру до честно декларирует как бы открыто реальное положение вещей да не мутит не крутит не хитрожопый да и вот с хитрожопым если с хитрожопым вызов замутите что-то он вас тоже обхитрит как-то в конечном итоге обманет на обещает вам что-то потом подведет вас или где-то когда уже вопрос пойдет о деньгах он учета там не додаст вам обманет обкрутит до обхитрит вас зачем это надо поэтому нужно честно строить дела с людьми да как бы договора подписывать вот зачем нужно договор подписывать договор это вот к вам пришел человек он должен подписаться реально подписаться под тем что он декларирует потому что на словах все такие красавчики вот подписаться четко под то что ты действительно это будешь делать и поставить свою подпись там печать да и закрепить это вот на это уже как бы в рунишки до безответственные люди они могут и не пойти потому что они понимают что здесь уже может на ответственность наступить как бы как заранее прогнать хитрожопого я правильно понимаю договор это бумага да это бумага но бумага на которой задекларированы обязательства договоренности понимаешь то есть могут быть устные договоренности вот вы договорились на словах прошло время он говорит да я забыл уже я ничего такого не говорил а когда на бумаге так уже просто он не скажет ты ему показываешь вот ты подписался вот реально ты под этим подписался подписался вот твоя подпись твоя будь любезен выполняет не выполняешь без проблем у нас такие-то такие-то условия на которых мы расходимся поэтому бумага это не просто бумага это юридически действенный документ если он не хочет исполнять свои обязанности как подписался минуты в суд можешь подать если он не хочет быть честным добровольно ну понятно что с ним дальше уже делу ты не будешь иметь но он например хочет отнять у тебя что-то кто будет что-то не успел прочитать кто будет контролировать исполнение договора обе стороны должны контролировать исполнение договора каждая из сторон они для этого и подписывают общий договор чтобы если уже дело вышло из поля взаим ну как бы поля честности да уже кто-то нечестно себя начинает вести то есть его договоренности не соответствует с его реальными делами то тогда другая сторона виде это может предъявить его смотри мы подписывались либо мы расторгаем договор на таких-то условиях потому что ты не хочешь исполнять свои договоренности свою часть договоренности либо продолжай их исполнять так все просто так что вот так оно и строится понимаете пока люди честные пока они честно открыто все вот как бы без всякого обмана все хорошо как только начинает кто-то хитрить врать все начинать все рушится отношения начинают рушиться договоренности начинают рушиться и договоренности тоже не что-то жесткое вечное там можно передоговариваться то есть можно прийти честно поговорить слушай вот этого это меня как я я заранее не знал вот и давай передоговоримся как-то это тоже можно делать просто многие люди предпочитают врать скрывать что у них больше не получается как они вот заявили да и пытаются соответствовать этим старым договоренностям которые уже не отражают новой ситуации часто да и вот пытаются заставить себя что-то делать что уже как бы не надо делать то есть она уже ну конъюнктура поменялась там ситуация может поменяться в любой момент и вместо того чтобы честно прийти и поговорить об этом они начинают просто ну как бы просто скрывать то что они то есть они перестают соблюдать свои договоренности просто скрывать это начинает вот этим не надо заниматься это это называется закрытой скрытность уже как это прописать в договоре ну в договоре и можно заложить пункты о том что мы можем как-то передоговариваться что мы можем если вдруг договоренности уже не соответствует новому положению вещей можно заказ заложить какие-то пункты что мы можем делать дополнение договору например в договоре же есть такая возможность можно дополнение описать то есть новые какие-то пункты или переписывать старые пункты и прикреплять к договору как дополнение это нормальная практика так честно делают когда стороны честно взаимодействует то они честно открыто если что-то уже не подходит ситуация не передоговариваются один из партнеров замкнул информацию на себе в смысле замкнул информацию на себе ну замкнул и что проблема в чем то есть он не хочет раскрывать информацию или что там происходит если тебя это не устраивает что он например не хочет делиться с тобой какой-то информации приходи общайся с ним говори что меня эта ситуация не устраивает давай так либо мы с тобой расходимся либо давай передоговариваться вот и все то есть либо тебе ну вот смотри ты либо играешь так как тебе хорошо играть либо если тебе что-то не устраивает не подходит тебе важно договориться так чтобы подходила всем понимаешь то есть игра хороша пока все выигрывают то есть всем в достаточной степени подходит если кому-то что-то не подходит он должен просто прийти и с друг с другой стороной передоговориться так чтобы ему тоже подходила и и тому подходила и тому если им не подходит то есть если вот я прихожу например и обсуждаю со своим партнером новую ситуацию что мне не подходит вот такое положение вещей я хочу пену переиграть эту ситуацию я с ним это обсуждают если мы приходим к общей реальности к согласию ну если я несу бред выходи просто и все понимаешь что здесь можешь не соглашаться тебе никто ничего не навязывает просто выходи из трансляции все вот так вот если мы передоговариваемся я пытаюсь перед оговориться он не хочет ну соответственно мы не можем согласиться с ним да то есть мы мы не можем прийти к согласию соответственно мы не можем вместе ввести дела дальше по поэтому не надо здесь никакие компромиссы искать здесь нужно просто расходиться то есть если я со своим партнером не могу по какому-то вопросу прийти к согласию и передоговориться и договориться о новом положении вещей значит мы должны расходиться нам не по пути мы не понимаем друг друга мы не можем договариваться больше понимаете поэтому пока мы можем договариваться с какими-то людьми мы с ними играем вместе ведем дела но если мы перестали договариваться нам нужно расходиться просто они притворяться что то положение вещей которые нас абсолютно не устраивает это нормально терпеть это не надо ничего терпеть 25 миллионов деле расходиться собрался а не важно сколько миллионов деле если тебе человек не по душе надо расходиться и не продавать душу за бабки понимаешь честность свою за бабки не продавать когда ты пишешь за 20 миллионов потерплю да как бы по нахожусь компромиссии с самим собой называется продаться за бабло понимаешь то есть жить во внутреннем конфликте с собой что-то терпеть страдать из-за этого за деньги она того не стоит чем больше в этом компромиссии находишься тем сильнее будешь страдать от этого в какой-то момент так так тут понимаешь еще такой вот момент смотри партнерство это всегда некое равноправие понимаешь партнеры они обладают примерно ну в той или степени какими-то правами когда один партнер начинает плевать на другого наступать на его права перестает к нему адекватно относиться учитывать его начинает ему навязывать что-то да что-то начинает например там как бы диктовать ему но это уже не партнерство тоже никакой не пар не партнерство это уже диктат это уже некий диктат мы не договариваемся а я тебе навязываю что-то и ты должен обязательно с этим согласиться и мне не важно да или нет с твоей стороны здесь уже нету договорных отношений здесь уже нету никакого партнерства конечно на самом деле никакого партнерства нету есть просто использование другого эгоистическое использование своих целях вот и все и ты получается ты уже не можешь быть как бы в позиции творца в позиции причины ты уже следствие от него всегда понимаешь всегда если ты от него следствие он тебе что-то надиктовывает и жертва если ты жертва от кого-то как ты можешь быть счастлив ты не можешь реализовать то что ты искренне чувствуешь то есть ты свою внутреннюю справа справедливость не можешь реализовать то как ты чувствуешь ты не можешь сделать в этих отношениях подавляется твое искреннее намерение как бы ты хотел на самом деле чтобы обстояли дела ты не можешь реализовать свое искреннее желание как здесь должно по твоей своей точки зрения справедливо все быть ты наступаешь на эту справедливость на это чувство и начинаешь терпеть один инвестор другой профи конечно равноправие деньги это всего лишь деньги а профессионализм это ну это важная вещь деньги можно взять в разных местах а профессионала настоящего профессионала в своем деле надо еще поискать деньги намного легче найти чем профессионала профессионал это человек который годами обучался чему-то он шел проходил целый процесс отрабатывал навыки превращался постепенно в специалиста наращивал свою способность нести ответственность доводить до результата это был долгий процесс денег много сейчас ты можешь пойти во многие места взять деньги а вот профессионала своего дела надо поискать ответственного поэтому многие инвесторы они как раз и ищут таких я вообще как можно найти 20 или 40 миллионов легко можно найти если ты профессионал легко можно найти если ты уже делал бизнес прошлом если у результаты кейсы ты можешь прийти если ты придешь к инвестору начнешь разговаривать как профессионал если ты уже делал бизнес у тебя уже были результаты у тебя уже был оборот это любой инвестор он тоже в прошлом бизнесмен откуда у него деньги то инвестора они все опытные бизнесмены когда к ним приходит такой же опытный предприниматель начинает на их языке разговаривать они сразу понимают к ним профи пришел и этому можно давать деньги а если лох пришел какой-то который никогда не делал оборот не делал успешный бизнес они его мгновенно ну как бы прошарят что лох пришел обещание планы принес кто у нас бан еще хочет попасть давайте проявитесь я вам помогу так что честность это важное качество мы отвлеклись от основной темы насколько вы честны насколько вы открыты насколько вы развиваетесь все время вот развивайте свои способности свою ответственность свою компетентность свой профессионализм насколько вы не ходите вокруг да около насколько вы прямой человек открытый все это влияет прямо на ваш успех абсолютно прямо в том числе и на отношения с другими людьми на ваше окружение насколько ваше окружение достойное честное это все будет отражать ваше внутреннее состояние честности насколько ваши слова соотносятся с фактами вашей жизни с реальными вашими делами с вашими результатами достижениями насколько вы человек слова и дело если вы человек слова и дело если вы отвечаете за свои слова если уже вы говорите то делаете если уже даже если вы сказали что то нет не смогли сделать надо вовремя прийти и сказать что не получится вот я тебе говорил так и так по таким-то объективным причинам не получается поэтому давай мы передговоримся как-то и вот надо все это все время поддерживать игру жизнь свою в поле честности открытости это важно то есть не допускать чтобы ситуация запускалась в какой-то вранье в какую-то запутанность какую-то хаотичность усложненность не откладывать честные разговоры ну все видишь тебе не нравится давай до свидания ладно есть еще какие-то вопросы принципе основное сегодня проговорил есть какие-то вопросы давайте пишите сходил на сеанс рейки вообще ничего не понял просто пролежал на кушетке и все ну походи еще какое-то количество времени не все чувствуют с первого раза у всех разная чувствительность бывает что с третьего раза с пятого раза ты начинаешь чувствовать какие-то изменения плюс еще можешь походить по разным потому что вот эта степень потока да как бы силы потока от человека к человеку немножко отличается поэтому есть какие-то люди у которых сильная вот это вот то есть они сильно проводят есть чуть-чуть послабее уровень пойди именно к мастеру чтобы был мастер обязательно рейки чтобы давал тебе мастер у них обычно посильнее прошибает ну то что некоторые люди совершенно не чувствуют первое время это нормально низкая чувствительность понимаешь ты не сенситивен просто то есть какие-то ты можешь вообще заснуть там до отрубиться это тоже часто бывает в рейке отключиться понимаешь пошел поток как какой-то первый материал начал выходить бессознательный наружу и тебя отрубило просто ты не сконфронтировал этот материал и тебя в сон погрузило то есть если ты ничем не занимался до этого подобным это нормальная реакция продолжай походи какое-то время через какое-то время посмотри на эффект никогда не суди что-то с первого с первой попытки не спеши делать выводы по поводу чего-то скоропалительные так сказать походи и попробуй поразбирайся через какое-то время ты поймешь еще какие-то вопросы если я не умею врать это хорошо или плохо ты умеешь врать и ты врешь это без вариантов для того чтобы попасть в состоянии я не вру о слушай это целый процесс надо поработать над собой тебе кажется знаешь многие люди вот там разговариваешь с кем-то а ты себя знаешь там часто так кто это к нам решил подойти сейчас подождите спрошу там что такое или не не буду подходить сейчас подождем пока пройдет это наверное кто-то звонит домофон просто чтобы я открыл снизу все прекратили то есть понимаешь люди они как это сказать вот в этом вранье и заключается люди очень хорошего мнения о себе часто которые не соответствуют с реальным положением вещей как понять что ты врешь твои слова не соответствуют с твоими делами вот и все понаблюдай за собой как ты общаешься с другими людьми понаблюдай как ты думаешь как ты сам себе что-то обещаешь понаблюдай сам за собой просто и ты увидишь что ты часто живешь в какой-то иллюзии ты не живешь в реальности того что с тобой происходит ты часто живешь каких-то иллюзиях это постепенно можно увидеть пронаблюдать что ты часто хочешь казаться не быть что ты все как и хочешь соответствовать каким-то чужим критериям ну вот то есть это постепенно вычисляется как будто постепенно можешь сам себя подлавливать или ты можешь обещать опять что-то такое что ты не уверен там будет будет оно или не будет понаблюдай за собой в течение жизни как ты разговариваешь что ты декларируешь как ты одеваешься например вот человек может так одеваться кем-то вот казаться что производить какое-то впечатление например казаться богатым не являясь им на самом деле такое вот например может быть притворство то есть очень очень красиво очень дорого одевается чуть ли не на последние деньги да как бы вот тебе форма вранья то есть он себе на самом деле не может легко это позволить он еще не зарабатывает столько но он тратит много денег чтобы производить такое впечатление казаться выглядеть лучше чем он есть эго эго все построено на вранье эго это что-то кем я хочу выглядеть и казаться но кем я не являюсь вот мне хочется выглядеть богатым как это искоренить ну как искоренить зарабатывать много много зарабатывать когда будешь много зарабатывать одеваться так что соответствует с твоим доходом реальным а если тебе пока недостаточно денег не надо их спускать на одежду пока что нет каких-то более полезных областей применения для этих денег то есть если ты не на самом деле знаешь тут еще такой интересный момент что многие богатые очень скромно начинают одеваться потом ну вот это же как а зачем выглядеть вот это вот ну они могут дать одеть там дорогой костюм на деловую встречу а в жизни они просто одеваются а бедные наоборот хотят как-то выглядеть а по-особенному как-то знаешь есть такая еще поговорка будь проще и к тебе люди потянутся а что значит быть проще будь такой какой ты есть то есть если ты не зарабатываешь много не надо делать вид что ты много зарабатываешь если у тебя чего-то нет не надо делать вид что она у тебя есть если ты чего-то не можешь на самом деле сделать не надо обещать что ты можешь и говорить что ты можешь знаешь вот вот об этом речь это честность это искренность открытость то есть форма и содержание соответствует друг другу каково содержание каково суть таковая форма это и так все понятно да теперь начни так жить тебе логически это понятно теперь пусть это превратится в практику твоей каждодневной жизни чтобы ты так жил от момента к моменту чтобы не было никакого вранья искажения в твоей жизни между формой и содержанием что это даст это даст искренность открытость расслабленность отсутствие запутанности в твоей жизни это поможет тому чтобы люди на самом деле тебе к тебе были расположены ценили твое общение твою компанию потому что честных людей мало и честных людей поэтому ценят на них можно положиться с ними можно поговорить на них ну опереться можно они тебя не подведут они тебе всегда скажут как есть или что-то они не смогут сделать они тебе честно скажу что не могу понимаешь вот в этом дефицит таких людей очень мало в основном люди много говорят мало делают их слова часто не соответствуют с их реальным положением вещей и делами это создает множество трудностей и проблем честные люди в каке в основном нет наоборот в жопе в жопе в основном вруны потому что вранье оно же запутывает жизнь понимаешь если ты врешь тебе приходится все время поддерживать эту ложь ты за твоя жизнь становится запутанной это приводит к деградации к жопе наоборот честные люди живут в счастье что есть ты хочешь быть счастливым надо быть честным если ты врешь если ты твоя жизнь построена на на вранье да ты будешь себя плохо чувствовать понимаешь тебя будет внутренний конфликт с собой все время будет конфликт между твоей реальной жизнью между фактами твоей жизни и тем что ты заявляешь декларируешь чем ты хочешь казаться знаешь у тебя все время диссонанс внутренний ты будешь это чувствовать что то как ты живешь реально это что ты рассказываешь о своей жизни и показываешь это разные вещи и тебе придется твою реальность все время скрывать это вызывает напряжение стресс а когда ты открыт как живешь так и живешь ну вот мне нечего скрывать как живу так живу тогда люди знают просто знают что ты такой какой ты есть и все реальнее жить уже невозможно да и что же там в твоей жизни в твоей реальной жизни расскажи что там в твоей реальной жизни ты хорошо живешь уровень выживания на каком в каком состоянии базовые потребности закрыты мир на денежках построен в том числе на них но денежки надо честно зарабатывать денежки это же это же хорошо денежки хорошо средства обмена если честно что-то производишь ценный продукт качество честные денежки к тебе приходят и ты их честно транишь тратишь на другой ценный качественный продукт покупаешь то что тебе нужно живи честно просто иметь честный обмен все хорошо будет честно зарабатывай бабки развивайся в том чтобы делать что-то на совесть хорошо делать качественно от души делать для людей создавать ценность реальную пользу для других людей зарабатывать честные деньги я что против ты так делаешь делай так и все наладится увидишь что когда ты честно все делаешь жизнь начинает налаживаться какие честно мужик научись от души красть ну кради если ты хочешь кради я не вижу смысла в этом зачем зачем мне красть если могу честно заработать я лучше честно заработаю и буду спать спокойно и не 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 надо скрывать потом ничего будет ни от кого и скрываться самому да что если у кого-то украл я же совершил какое-то преступление мне потом как бы я не могу спокойно жить с этим я знаю что могут поймать где-то там да и так далее а когда ты честно зарабатываешь ты спишь спокойно совесть твоя чиста у тебя уровень ясно давай пока вот видите в каком в основном состоянии люди находятся для них красть это нормально вообще ладно ребят будем завершать трансляцию наговорился я в общем я вам сказал свою точку зрения никому ничего не навязываю вы уже сами решайте как вам жить если хотите упростить свою жизнь жить открыто искренне иметь вокруг много людей таких же искренних честных будьте сами такие же те кто не понял то что я говорю ну что ж жизнь научит знаете жизнь она лучше доктор если вы хотите обхитрить жизнь она вас в конечном итоге обхитрит тоже поэтому не надо с жизнью хитрить и в ответ вы не будете получать то же самое на этом все пока пока